Ну, Галина Балашова, ПРС и лимфодема левой руки. Ну, вы знаете, что у нас центр управления левой частью тела, в частности, руки, ноги, да, находится в правой стороне нашего головного мозга. У вас, у вас, у вас тотальное смещение поля очень сильное в правую сторону. Это вызвало у вас ишемические инсульты, соответственно, вот то, о чем вы пишете. Да, помочь можно, ишемического инсульта выбраться достаточно просто. Но для этого нужно избавиться от программы, которая называется синдром от лечения. Поэтому, пожалуйста, вот попробуйте сами, не получится, обращайтесь. Но задача заключается в том, что это поле поставят на место. Если вам, допустим, сложно понять текст, вот, да, ну вот лимфодема, да, вот видно, что отек, отек. Отек там и возникает, где недостаточная циркуляция крови, понимаете? То есть, у вас левая сторона тела находится в зоне недостатка энергии, там серьезно нарушены все процессы. Ну, затронуло это головной мозг, что привело вот к конкретному порызу. Так, пишет, посмотрите меня, пожалуйста, почки у нее. Галина пишет. Ну, почки. Так, у вас половая тякра сзади закрыта, отсюда проблема с почками, но это не все еще. Сзади. Ну, так редко бывает, но у вас две локальные впадины на уровне половой чакры сзади. Помимо того, что у вас еще и чакры-то закрыты. Понимаете? Вы нанесли двойной удар по вашим почкам, лишили их энергии, на которой они должны работать. А вот эти две локальные впадины на уровне почек, вот сзади, говорят о двух различных ситуациях, так скажем. С одной стороны, у вас обида на то, что не состоялось так нечто с вашим принцем на белом коне, понимаете? А с другой стороны, обида на то, что у вас сожаление, что у вас с кем-то другим не состоялось. В общем, так, с мужиками разберитесь. И для себя решите. Для вас, что называется, что важнее, ваши почки или ваши сожаления, либо обиды по поводу ваших отношений с противоположным полом в прошлом. Но это могут быть не только отношения чисто сексуального характера. Это может быть обида на родителей. Поэтому поищите в этой зоне. Справитесь хорошо, а не справитесь? Ну, будем с вами в диалоге подробно разбираться, в чем суть вопроса. Но вот это вот конкретное энергоинформационное обеспечение связано с тем, что у вас половая чакра сзади закрыта, а это вообще обида на сексуального партнера в прошлом, понимаете? В чем дальше? В одном тут сожаление, там обида, и все связано с какими-то прошлыми событиями в вашей жизни. Ну, вот опять про почки. Обнаружены кисты, как убрать? Киста образуется неважно где. Она образуется в семенниках или она образуется в почках. Это результат недостатка энергии. Понимаете? Так, сейчас посмотрим, где же я. Так, ну, у вас тут то же самое. Это Татьяна Старкина. У вас половая чакра сзади закрыта. Сейчас посмотрим. Так, это у нас слева. Как под копирку буквально. У вас опять тоже две локальные впадины. Раз в зоне левой и правой почки. С одной стороны обида, с другой стороны, сожалению. Как их убрать? Уберите локальные впадины, и кисты должны рассосаться. Так. Ну, вообще, молодец, Галина. Уберите мне локальные впадины на сексуальной чакре сзади. Я это не могу сделать. Если даже я это сделаю, эти впадины к вам вернутся через некоторое время. Потому что суть вашей методики заключается в том, чтобы вы сами поменяли свое отношение к тем событиям, которые вызвали эти локальные впадины. Вот тогда это будет результат. Понимаете? Но, судя по вашему вопросу, вы еще достаточно далеки от данной методики. Поэтому, вот, отвечаю вам так, как товарищ. Уберите обиды, убейте сожаления по поводу всех ситуаций, которые вас на этом самом сексуальном фронте беспокоят и беспокоят до сих пор. Ну, вот, товарищ пишет, Валерий Лазовский, правильно пишет. Друзья, учите руководство наизусть, работайте сами, вопросов почти не будет. Ну, значит, этот товарищ уже действительно на себе испытал, что да, действительно.